Лиссабон – столица Португалии. Старейший город мира и древнейший город Европы. Трамвай в Лиссабоне считается символом города. Самый популярный лиссабонский маршрут трамвая Е28. Выбирая маршрут 28, вы прокатитесь по самым красивым и узким улицам с крутыми поворотами и склонами. Поездка в трамвае стоит 3 евро. Обязательно совершите ее, но будьте внимательны, в трамваях орудуют карманники. Не менее популярны в Лиссабоне тук-туки. Это заимствование из азиатских стран здесь вполне прижилось и пользуется огромным спросом. Поездка на тук-туке в среднем обойдется в 20 евро за человека. Лиссабон был построен на семи холмах. Вдоль города течет река Тежу, впадая в Атлантический океан. На горе Санта-Круз, ее высота 110 метров над уровнем моря, это одна из наиболее высоких точек города, построен замок. Сегодня замок носит имя Святого Георгия. Это самое посещаемое место в Лиссабоне. Стоимость билета составит 15 евро. В течение многих веков замок использовался как крепость и королевский дворец. С португальского на русский язык замок носит название Санта-Жузе. Согласно истории, эту защитную крепость построили мавры в XI веке, во время их господства в Иберейском полуострове. С высоты крепости открываются просторы города и вид на Тежу. На территории замка проживает небольшая популяция павлинов. Они свободно прогуливаются и радуют глаз туристов. Португалия соседка Испании. Их язык и культура схожи. Но ни в коем случае нельзя их сравнивать при общении с португальцами. Они на это обижаются. Кулинария Лиссабона насыщена ароматами морепродуктов, местных специй и овощей. А вот что стоит попробовать, так это пастель де Бекалхау. Это блюдо стало символом португальской кухни. Пастель – это пирожок, который готовится из сушеной трески, картофеля и лука. Все это смешивается и обжаривается до золотистой хрустящей корочки. Пастель де Бекалхау изобрели в 19 веке, когда треска стала основным источником белка для многих португальцев. Сегодня в пирожок добавляют сыр, но при желании, если вы его не любите, можно и без сыра. Стоимость такого деликатеса с бокалом португальского портвена обойдутся в 12 евро. Сам пирожок стоит 5. Не покидайте Лиссабон, не узнав, что такое джинджинья. Это заведение, которое обслуживает клиентов, как местных, так и гостей столицы, работает уже на протяжении более 100 лет. Именно здесь вы можете попробовать настоящую джинджинью. Это традиционный португальский ликер, приготовленный на основе вишни. Подается в виде шотов с ягодками. Любимый напиток португальцев и типичный напиток в Лиссабоне. Ежегодно производится около 150 тысяч литров джинджиньи. Около 90% потребляется в Португалии и всего 10% экспортируется. Основу этому напитку положил монах из Галисии Сан-Антонио. Стоимость рюмки обойдется вам в 1,5 евро. Некоторые заведения предлагают отведать джинджинью в шоколадных шотах. А самое популярное и вкусное лакомство Португалии – это пастель де НАТО. Другое его название – пастель де Беле. Это португальское пирожное можно попробовать в любом уголке Лиссабона. Стоимость пастель де НАТО в среднем 1,30. Чтобы как можно лучше осмотреть город, приезжайте сюда на 3-4 дня. Лиссабон гостеприимный и очень разнообразный. Он делится на несколько районов. В следующем видео я расскажу про самые важные районы Лиссабона и какие достопримечательности здесь посмотреть. Редактор субтитров А.Семкин